Под землёй не прекращаются работы по прокладке новых тоннелей. Проходческий щит «София» начала работу на ещё одном перегоне Рублёво-Архангельской линии. Метростроителям предстоит пройти в общей сложности 553 метра. Какие районы города свяжет новая ветка, расскажет Ксюша Поликарп. Эта железная леди «София» работает в коридорах подземного города. Метр за метром уверенно прокладывает путь будущей Рублёво-Архангельской ветки метро. Работы идут на участке между станцией «Шерепиха» и будущей станцией подземки «Звенигородская». Данный туннельно-проходческий комплекс «София» пройдёт только часть перегона длиной порядка 350 метров. Оставшаяся часть на этом перегоне будет сооружена горным способом, то есть применением малогабаритной техники. «Софии» помогают два других туннеля-проходческих комплекса. Они работают между станциями «Народное ополчение» и бульвар генерала Карбышева. Новую ветку строят в два этапа. Первый участок пройдёт от станции «Деловой центр» до станции «Липовая роща». Станции «Деловой центр» «Шерепиха» открыли шесть лет назад. На втором этапе ветку протянут от «Липовой рощи» до Ильинской. В итоге её общая протяжённость составит почти 19 километров. Пассажиры смогут сделать с Рублёво-Архангельской несколько пересадок на станции метро МЦК. Частично Рублёво-Архангельская ветка метро пройдёт через район Хорошова-Мнёвники. Здесь откроют станцию «Звенигородская» с выходом к жилой застройке и остановкам наземного транспорта. Если говорить конкретно про Рублёво-Архангельскую линию метро, то она будет создавать связи с районами Москвы, которые находятся к западу от МЮКАДа, и с территорией Московской области. Она действительно пройдёт по территориям тех районов, в которых, может быть, метро уже есть. Но у них существуют такие территории, которые удалены от станции метро. И даже с использованием наземного транспорта добираться до метро достаточно далеко. Рублёво-Архангельская ветка снизит нагрузку на участок Арбатско-Покровской ветки, раскрузит Звенигородское и Новорижское шоссе. Новая линия повысит уровень транспортного обслуживания для жителей районов Митина, Пресненский, Строгино и Хорошова-Мнёвники. Ждём, конечно, открытие. Будет очень удобно, и не будем столько времени тратить на дорогу до метро. На автобусе до Молодёжной или до Крылатского, чтобы уехать, это 25-35 минут. Я считаю, что это будет намного удобнее. Да, прям под домом метро не будет. Это было бы неплохо, насколько я знаю. Оно идёт до Шелепихия. Это мне бы было очень удобно. Я часто там бываю. В столичной подземке самый короткий интервал движения поездов, а БКЛ – самое большое метрокольцо на планете. С 2011 года протяжённость московской подземки выросла более чем в полтора раза. За это время открыли больше 100 станций метро и МЦК. Ксения Поликарпова, Полина Зиганшина, Александр Пескунов, Москва-24.